Всем привет! И вы на нашем канале Света и Дарины. И сегодня мы снимаем мукбанг с блинчиками. Масленичная неделя. Решила блинчики испечь. Провожаем Даринку. Завтра-то она в 7 утра уезжает на соревнования. И она, получается, всю эту неделю будет отсутствовать. Поэтому я решила сегодня, последний день, испечь блинчики. Так, ну что, у нас тут с блинами будет сгущенка, сметана. И, кстати, варенье брусничное. Хотела малиновое купить, потому что мы его обожаем. Но увидела брусничное. Никогда не кушала брусничное варенье. Попробуем. Думаешь, невкусно? Мне кажется, очень даже вкусно. Кофе с молоком, чай тоже есть. Ну что? Вчера просто такой, ну я не буду вам говорить. Так, давай, бери, Даринка, или я беру. Давай, я возьму. Потому что мы кушаем. Не надо же такое, когда кушаешь, говорить. И эти блины я сделала на кефире. Половина кефир, половина вода. Я обожаю именно с водой смешивать. У меня здесь ягодная. Либо молоко, либо кефир. Итак, мы сегодня поговорим о соревнованиях Даринкиных и моих предстоящих. Да, начнем, наверное, с моих предстоящих соревнований. Как я вам говорила, марафон. Я начинаю кушать со сгущенки. Обожаю. Больше всего со сгущенкой. Но представляете, что за закон подлости? Это просто издевательство. У нас сейчас 0 градусов. Ну, максимум минус 4. И будет... Вот сегодня вторник, кстати. Мы снимаем во вторник. Даринка уезжает в среду. И в среду, четверг, пятницу, будет все 0, минус 3. Вот так вот. В субботу минус 9 где-то будет. А в воскресенье, когда марафон будет, минус 18. Я поняла, что я не смогу побежать. А марафон это 30 километров. Это примерно около двух часов, но может чуть меньше. Такую погоду я все себе обморожу. Я это прекрасно понимаю. И, скорее всего, не побегу. Я так расстроилась сегодня. Потому что, получается, когда мы смотрели? Полторы недели назад, да? Погоду. Там было 0 градусов. 0, минус 3 максимум. Это что за издевательство? Как они так погоду пишут? Я не понимаю. И будет, вот как назло. Вот хотя бы минус 9 было. Вот в субботу. И чуть-чуть бы протянуло до воскресенья. И с понедельника, допустим, минус 18. Но почему воскресенье-то именно? Почему я так готовилась? Я прям вот конкретно в этом году готовилась. Забросила весь бег свой. Техникой все занималась. Не знаю. Я, конечно, посмотрю. Может быть, что-то... Можешь ложечку взять, иначе тяжело будет. Ложечку возьми. Может быть, что-то поменяется. Может, хотя бы, ну, минус 15 будет. Конечно, буду обмораживать, но это еще терпимо. Ну, минус 18. Нет. Это просто нереально. Я понимаю, что... Тяжело изменить его жить. Последствия будут для меня лично очень серьезными. Ладно. Не будем расстраиваться заранее. Даринка, давай про свои соревнования, да? Извиняюсь, но мы такие вот прям спортсмены, что не можем без них жить. Поэтому и говорим часто о них. Ну, как я и сказала, в среду уезжают. В среду и... 7 утра. Да, на автобусе они едут. У нас все, кто в кару уезжает. А приезжают в Вэшу к нам через 20 минут. 5 часов где-то до авто ехать, да? На автобусе. На автобусе прекрасно. Вспомню тот год. Еще салон не открывался из-за холода. А, куда уезжала? Да, уже представьте, вот несколько пар лыж. Из-за одного человека на классику на конек пара. Да, палки, ботинки. А детей сколько было у вас в прошлом году? 50 человек. И на каждого это нужно, представляете? Какие-то сколько чехлов там. Да. Но кто с нами в прошлом году смотрел нас, они знают. Мы даже влог про это снимали. И там все в салоне это валялось. Не представляете? А когда была остановка, и все, надо было ходить. Это была какая-то жесть. И там ходить, как там идти было? Извините. В общем, завтра проражаю Даринку. К 7 утра. А потом к 8 на работу. Ну, слава богу, должно быть человек меньше. Боица проражаем. Должно быть человек меньше, потому что... Отбор ведь был. Да. А в прошлом году отбора не было из-за морозов. У нас в прошлом году в это время... И решили что-то всех взять. 30 градусов было. Это даже лучше. Кстати, с тренером созванивались сегодня. И он сказал, вы будете жить за ухтой. Ну, гостиницей. В том году тоже были. Значит, я на той же гостинице, что в прошлом году. И трёхразовое питание. Ваше любимое питание спортсменов. Даринка нам расскажет потом, чем их там кормили. И сравнить с прошлым годом. И, кстати, я ведь сказала, что я буду одна сниматься. У меня тут гостиница, каждую неделю у них меняется. У них не одна и та же. Это может быть за городом, но какая-то другая. Не одна же за городом есть. На пивзаводе где-то. Да, но так получается, что она уезжает в среду. Я хотела в среду снимать, одна уже. Но у меня не получается по работе. Мне там поставили смену, никак. А тем более блинная неделя. Так хотела для Даринки блины испечь. Она уже не сможет попробовать. Ну, можно, конечно, не в блинную неделю печь. Но это как-то праздник. Кстати, я знала, что вот... Когда началась ромать? Сегодня вроде началась, да? Или вчера, стоп. Вчера. Вчера, вчера началась. Совсем уже со своей войной все забыли. Да, и честно говоря, я про эту масленицу забыла даже. И почему... Помню, потому что вчера пришла на работу, а там девочка у нас работает администратором. Она блины кушает. И говорит, вот мама испекла блинчики на масленичную неделю. Я говорю, господи, а я что-то забыла про эту неделю совершенно. Потому что такие были события у нас насыщенные. В общем, было не до этого, честно говоря. Я в тех, кто только вижу рекомендации, и там такие... Со своей войны совсем забыли, что завтра масленица. Да. А точно. Забыли, забыли. В общем, почитаем вопросы еще сегодня. Такие праздники тоже не надо забывать. Мукбану к завтракам. Так. И тут вопросы были. А, кстати, нам еще тренер, знаешь, так рассказывал все вот это. И мне так было интересно, потому что... Боже, я это все знаю. У нас все вот три девочки, плюс еще там один мальчик. Мы ехали в прошлом году, мы такие с ним, типа, эй, ну, типа, мы знаем, мы знаем, можно не говорить. Вот. Но там только один мальчик был, который не ездил в том году в ухту. Потому что он, по-моему, только в этом году начал ходить. Вот в чем прикол. Ну, прикиньте, в первом году сразу пошел в ухту, поехал. Ну, знаете, бывают и очень даже сильные дети. И кому дано именно в этом спорте. Ну, сразу, как мы в ухте, кто пробежал, он пришел сразу. Где-то год только занимается. Но он пришел не на пустом месте. Он занимался чем-то. Потому что, если ты не занимался ОФП, ОФП, то есть у тебя нет мышц, хоть каких-то там мышц. Ну, как, хоть каких-то. Определенных мышц, там, спины, мышц живота, тех же, руки. Просто он не сможет выдерживать соревнования и тренировки. То есть он чем-то уже занимался. Он не на пустом месте, что он валялся на диване или сидел за компьютером. И вдруг пришел и стал выигрывать. Такое не бывает. А, кстати, вопросик был. Или я уже отвечала на него. А, это Даринки, кстати. Саскох. По-английски написано, извиняюсь заранее. Какой уходовой косметикой пользуется Дарина? И как ухаживает за своей кожей? Видео, как всегда, классное. Спасибо. В прошлый раз было мне вопрос. А теперь тебе получается про уход за кожей. Давай, Даринка, рассказывай. Чем ты там пользуешься? У меня нет ухода. Нет. С самого начала начни. Ну, единственное, что я обязательно всегда, если какой-то макияж есть, обязательно смываю. Мицеллярной водой. Это уже начало ухода. Молодец, Даринка. Но это я ее приучила. Чтобы обязательно косметику смывала. Да, как лягу просто, сижу, сижу. И хорошо, что я ведь не сразу жить. Хотя, у меня телефончики могу потыкать там, получается-ка. И потом вспоминаю. Думаю, что-то, что-то не сделаю. И вот знаешь, это все начинается с того, что она трогает ресницы и понимает, что на них тушь осталась. И так, а все, надо идти смывать. И до ночи просто смывать это. Потом, Даринка, ты вроде умываешься после мицеллярки, но естественно. Просто водой. Просто водой. Но когда-то я ей покупала, типа, гель для умывания. Но она что-то немножко пользуется. И все забрасывает. И в итоге я все пользовалась. Да, она мне не помогает. Да, и она не помогает мне все равно. Но я ей говорю, что вообще-то должно быть, как сказать, два этапа. Мицеллярка, а потом либо гель какой-то, либо пенка, которая смывает это все. Нельзя только мицелляркой и водой. Ну, как по мне. Не знаю. Вот. А потом, ну, естественно, кремами она никакими не пользуется. Максимум, что ты можешь, по-моему, масочку нанести, да? Да, но это масочка, она ничего не делает. Это редко, очень редко. Нет, да эта масочка ничего тоже не делает. Да, маски... Не понимаю, потому что в чем прикол, то, что я этим не пользуюсь. Я этим пользовалась когда-то, вот. В пятом классе, когда, вообще, знаете, так идут. Это ничего не помогает. Смысл просто тратить деньги на это. А ведь маски, они в основном не для этого. Они просто для увлажнения кожи. Так, в любом случае, у нас кожа воздействует на нее природа. Всякие факторы. Мы же ходим по улице, дома что-то, возле плиты, что-то где-то. И кожу, в принципе, всем нужно увлажнять. Но, на самом деле, про эти маски просто забываешь. Или некогда. Да, я сейчас думаю, что идти эту маску... Утром ты, вроде, спешишь куда-то на работу, там, на учебу. Особо маску не сделаешь. А вечером устал. Поэтому очень редко. В общем-то, и весь уход у Доринки. Он больше ничего не делает. Да, но прыщи у меня бывают иногда, конечно, скайкуют. Это, конечно, весит. Да, вот подростковые прыщи. Доринка меня... Просто, что это? Я не знаю, меня тут просто снайперское прицел какое-то на это. Я его замазываю, конечно. Прям именно один какой-то большой красный прыщик. И вот, знаете, что меня раздражает прям в людях? Мне хочется реально вот этого человека просто, не знаю, в стену жмыхнуть. Потому что я это просто... Что ты говоришь? Да нет, ну хочется просто ему по лицу дать, потому что, типа, ну, блин, ты офигел чего. Просто... Ну, вот ты сидишь такой у тебя, человек говорит, у тебя прыщ. Или, ой, у тебя такой прыщ большой. Или, короче, наверное, начинать тебе про твои прыщи рассказывать. Какой у тебя там огроменный прыщ. И, знаете, вот у меня есть такая однокоседка, ничего себе, у тебя большой прыщ. Кстати, я считаю, это очень даже не культурно. Это не культурно, я и что говорю? Типа, вы на свое лицо смотрите. Я никогда никому не говорила вообще, что касается человека, его внешности. Я тоже, если я даже вижу это, если я даже замечаю, типа, люди, будьте реально приличны. Типа, зачем вы это говорите? Вот это я не понимаю. Человек не знает, что у него на лице? Думаете, он не видит? Да, это нехорошо. После этого мне хочется реально от человека просто, типа, отойди от меня хотя бы, чтобы я тебя сейчас просто не это... Даринка, варенье, как тебе? Оно очень вкусное. Тебе понравилось? Ну, немножко гайковато. Ну, брусника. Да, брусники вот этой. А мне понравилось вообще. Классно. Короче, да, по поводу прыщей, я не могу терпеть. Просто когда люди, мне сразу отвращение от них. Типа, ну, что вы так себя ведете? Я потом про ваши прыщи даже говорю. Ой, вот у тебя на носу прыщи, а тут прыщи, а тут прыщи. И, кстати, Даринка меня как-то просила недавно купить ей какое-то средство для умывания от прыщей. Я все хотела купить и забываю. Вот что мне нужно ей купить. Обязательно. Потому что, когда вот такое дело, нужно умываться средством специальным. Но я купила ей еще какую-то такую болтушку, которая на прыщ наносится. И она куда-то пропала, я не знаю. Один раз Даринка это сделала, и она положила эту бутылку, бутылочку такую маленькую. И теперь мы не можем найти. Может, придется еще раз покупать. У меня просто есть зоны такие, где именно прыщи постоянно, они, ну, как, я не знаю, возражаются заново. Они пропадают, и потом опять, и по кругу так постоянно. Пропадают, потом снова воспаляются, пропадают, и на том же месте. В основном, на одном и том же месте возникают. Да? У тебя так же есть зоны какие-то, где постоянно в одном и том же месте. Это да. И у каждого свое, причем, у человека. То есть это индивидуально как-то. Будем следующий вопрос читать. От Дианы Паршиной. Привет тебе, Диана. Спасибо за вопрос. У меня вопрос. Как вы считаете, есть смысл считать калории? На прошлом мукбанге мы не на этот, на другой немножко вопрос, но тоже про калории. Для меня однозначно есть. Если вы не будете, например, если вы хотите похудеть и не будете считать калории, это будет сделать очень и очень сложно. Очень сложно. Практически нереально. И насколько, ну, потому что ведь от калорий все зависит. Если вы будете больше калорий наедать, чем вам нужно, вы в любом случае не похудеете никогда. Ну, как вы это узнаете, если вы не считаете калории? Да, как? Если, конечно, вы не хотите похудеть, то и не надо, зачем смысл. И ты пишешь, насколько вы питаетесь, насколько калорий. А ты считаешь почему-то, хочешь похудеть, что ли? Нет, я считаю, потому что я уже привыкла и я поддерживаю свой вес. И насколько, ну, насколько калорий вы кушаете в день? Примерно я кушаю не меньше, чем 1200 калорий, не меньше. А в среднем где-то 1300, может быть, 1400. Но когда я тренируюсь, в дни тренировок, естественно, я же больше калорий кушаю. Вот еще почему мне нужно знать примерно, сколько мне нужно поесть. Иначе тут обратный эффект будет. Можно там, допустим, не набирать по калориям, меньше есть, чем нужно. А это будет на мои тренировки тоже влиять. Я не смогу нормально тренироваться. У меня просто сил не будет. Поэтому для меня это очень важно. Мое мнение, что если хотите похудеть, обязательно нужно считать. Хотя бы примерно. Ну, это первые месяцы. Возможно, вы потом привыкнете, как-то уже интуитивно будете эти калории знать. И уже придерживаться их. Полина Качкина. Я не знаю, может, я неправильно прочитала. Извиняюсь заранее. Хотела бы вам задать вопросы. Какие хобби у вас есть? Какие хобби у вас есть? Какими людьми вы больше всего восхищаетесь? Какие книги вы сейчас читаете? Так, какие хобби? Ну, все наши хобби, по-моему, уже знают, что мы любители лыж и бега. Спорт смены. Да. Мы за любые спортивные... Нет, не за любые. Я так что-то сказала. Да, за любые активности, но как? Мы не весь спорт любим, что прямо... Нет, не весь. Допустим, мяч нам дадут. Мы не захотим с мячом играть. Нет, не за что. Вот, определенные. Ну, вы поняли уже. Это бег, это лыжи, это велосипед. Это самое основное. Ну, там может быть что-то. Коньки, допустим. Мы можем пойти. Но когда мы на них ходили? Уже сколько лет назад, да? Потому что для этого нужно специально идти на каток. Ой, что подумать? Я не люблю этого. Так, давай, Даринка, кушай. Какими людьми вы больше всего восхищаетесь? О, наверное, людьми, которые добились именно того, чего вот они хотят по жизни. А что именно они хотят? То есть они поняли, что им нужно, и в этом направлении двигались, и достигли каких-то определенных результатов. Допустим, те же спортсмены. Не знаю, я по своей специализации, поэтому я все у меня вокруг этого. Ими я восхищаюсь, потому что они так упорно тренировались. Не просто им захотели, и все, им на голову это упало. Допустим, все эти выигрыши, победы, победы. Вот, они очень упорно тренировались, и для меня такие люди очень, для меня восхищают очень. Ну, кем я еще восхищаюсь? Но не обязательно спортсменами. Вообще, в принципе, людьми, которые очень трудолюбивые, которые поставили себе цель, да, скажем так, поставили себе цель. Неважно, даже это может быть не в спорте. И они достигают ее, идут постепенно, никуда не сворачивают. Вот, у них есть перед собой задача определенная, и они ее выполняют. Вот такие люди меня восхищают. Ринка, хобби. Ну, тоже то же самое, что у тебя. Угу. Ну, у меня особо таких нет хобби там, знаете. Я как-то хотела там, ну, начинала изучать иероглифы японские, потому что это очень интересно. Кстати, а, ну, у них там три азбуки, короче, уже даже забыла, как они называются. Вот. Ох, с измущенкой вкусно тоже. Еще что-то, ну, иногда рисовала раньше тоже, особо любила. Ну, читать люблю тоже. Ну, все, наверное, я не знаю, монтировать видео всякие такие. У тебя прямо, у нас есть программисты. Мне кажется, я восхищаюсь еще людьми, которые добились чего-то такого, что мне кажется, что это невозможно этого добиться. Ну, они это как-то добились вот еще такими людьми. Ну, ты тоже, да, тебе кажется, что это вообще невозможно, да, сделать вроде как в этой программе. Но они это делают. Да, вот это восхищает, кстати. Потом еще восхищаюсь теми людьми, которые играют на гитаре или этот, блин, забыла, как это называется. Короче, извините, я забыла, как называется эта маленькая детская гитара. В общем, напишите. Извините, у меня прям вылетело с головы, я помню, как она называется, но у меня прям забыла, извините. Ой, я так не наезжу этого чувства, когда ты знаешь, но у тебя резко с головы вылетело. Еще восхищаюсь теми людьми, которые рисуют, потому что рисовать это реально, это тяжело тоже. Кстати, я училась когда-то в художественной школе, ну и кое-что понимаю в изобразительном искусстве, скажем так. И меня тоже восхищают, иногда я смотрела даже одну девушку-художницу, то есть она делала, не знаю, для меня это как произведение искусства. Я понимаю, что я-то это никогда не смогу сделать, и она меня из-за этого тоже восхищала. То есть человек делает то, чего я не смогу сделать, это тоже восхищает меня, согласись. А насчет книг, насчет книг, честно я не читаю, вообще у меня времени нету, хотя в последнее время что-то я хочу начать, хотя полчаса, там раз в неделю или два раза в неделю читать книги, но что-то не получается все равно. А Даринка, ну только по учебе, по-моему, читаешь, да? Что-то, ну по литературе в смысле. Нет, я манги очень много читаю. А, манги она читает. Но я бы ей посоветовала больше налегать на русскую литературу. На классику тоже нужно, потому что классика это основа основ. Как без этого? Это вообще тебя в принципе развивает. Не важно, что нравится тебе, это и не нравится, но оно тебе развивает. Типа, знаете, это я прочитываю, блин, 10 раз, и какой 10? Мне надо 100 раз прочитать, и это не факт, что я пойму. Слушайте. Нет, сможешь прочитать одно хотя бы предложение, и не факт, что я пойму это предложение. Смотри, это... Понимаете, насколько это тяжело? Для меня читать эту книгу, это просто убивает меня. Иногда мы не осознаём чего-то, но у нас где-то в голове это откладывается, а потом со временем, по со временем мы это уже начинаем осознавать и понимать. Может быть, ты ещё не осознаёшь это. Я не понимаю, меня вот это ещё будет бешено, что я читаю и прочитываю предложение, я забыла, что я прочитала вообще и не помню. А, это опять тоже... Извинись, я же на Даринку перебиваю. Опять, как наша учительница говорила начального звена, смотришь книгу, видишь фигу. Я это запомнила, и поэтому я всегда старалась не о чём-то постороннем думать, а именно представлять, о чём автор пишет, представлять в голове. И так лучше воспринимается информация. Да нет, я как-то пытаюсь, я сразу говорю, я прочитываю сто раз это предложение, я всё равно не могу понять. Ладно, может, Даринка в дальнейшем будет легче это всё воспринимать, посмотрим. И мы снимаем, кстати, вечером много блинов, я уже съела, ой, вечером, конечно, так, кушать блины, но, а как, были на работе, Даринка на учёбе и на тренировке, естественно, после работы и тренировки снимаем. А, следующее видео, скорее всего, в воскресенье, и там уже скажу, участвовала я в марафоне или нет. И одна буду, естественно, снимать, потому что Даринка в воскресенье вечером. А, в воскресенье вечером приезжает, а я буду днём, скорее всего, снимать. Ну что, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!